Вся музыкальная индустрия вместе. Международная музыкальная конвенция Коллизиум. Все сегменты шоу-бизнеса от промоутеров до телеканалов. Глобальные фестивали, музыкальный менеджмент, онлайн промоушен. В рамках музыкальной выставки на Music Mesa Russia. Московский экспоцентр на Красной Пресне. Здесь должен быть каждый. Григорий Калденцвайк, человек, который сделал массу интересных дел для российского экспорта и импорта. И, в общем, многие его, естественно, знают по работе с клубом ИК Московском. Также автор хороших книг, таких как «Клуб, которого не было» или «Как стать успешным промоутером», один из авторов. В общем, в остальном, я думаю, он расскажет о себе сам и расскажет о своей интервенции на европейский рынок. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, довольно неожиданно и очень приятно быть здесь сегодня, потому что я не подозревал, что тема музыкального экспорта может вызвать такой интерес. И поначалу мы немножко подались с организаторами, когда было предложено говорить о российском музыкальном экспорте, на что я ответил, что сложно говорить о разведении берблюдов в Антарктиде, потому что этого пока что не существует. Спасибо за представление, Володя, также спасибо за приглашение. Я вижу много знакомых людей, что приятно для тех, с кем мы не знакомы. Моя компания занимается преимущественно музыкальным консалтингом. Это не только музыка, это культурная индустрия, работаем довольно много с промышленным туризмом, например, в Скандинавии. Но что касается музыки, ближайший наш концерт, я получил здесь исландский флаг, это 31 мая, концерт группы FM Белфаст в Москве. Это долгая и славная история, последнее, что я делал в Москве, это старт и запуск первые годы клуба «Икра». Это музыкальное образование, простите, галстук, еду в университет, дальше до защиты диссертации и лекции студентам. Вот вы видите Александра Барта, который читает нашим студентам лекции в Стокгольме. Ну и довольно много рабочего материала для наших европейских западных коллег, которые описывают состояние российского музыкального бизнеса и помогают выходить на этот рынок. Ну, в общем, вкратце, наверное, то те репетные точки, которые связаны с музыкой. Когда мы говорим об экспорте товаров и услуг, существует какая-то линейка. Это состояние дел, пожалуй, на 2010-2011 год. И если пик этой пирамиды совершенно очевиден, то на третьем месте находится исторически и довольно недвижимо Швеция, к которой я имею честь иметь некоторые отношения, где я живу и работаю для промышленной музыки, которой мы кое-что делаем. Это крупные европейские державы, Германия, Франция и менее оживленные региональные лидеры, например, Мексика, Австралия. В любом случае, когда мы говорим о культурном экспорте, о музыкальном экспорте как части экспорта культурного, мы находимся всегда между двух огней. С одной стороны, мы говорим о бизнесе, о возвращении revenues, с другой стороны, мы говорим о культурной дипломатии. И, естественно, соотношение, баланс между этими двумя составляющими в разных странах, он разный. Если в случае с Соединенными Штатами, я очень сильно сомневаюсь, что речь вообще может идти о культурной дипломатии, то в случае с странами новыми, странами небольшими в особенности, конечно, фактор нанесения на карту создания культурного национального бренда, он играет огромную роль. Почему мы занимаемся экспортом музыки? Это очевидные вещи, я позволю себе их просто быстро просто проговорить. Это инвестиция в молодую аудиторию, да, почему поп-рок, электроника, почему современная музыка, а не музыка классическая. Это инвестиция в аудиторию, которая будет жить, творить, принимать решения завтра. Это прямое влияние на ментальные карты посредством культурного материала. Это развитие коммуникативных навыков, потому что так же, как, например, компьютерные игры, музыка, те тинейджеры, те молодые, которые музыку слушают, они формируют, оттачиваются именно к своей коммуникативной навыке, в частности, на тех платформах, о которых, насколько я понимаю, сегодня, и много говорили, будут говорить здесь, завтра. Это, безусловно, создание новых профессий и расширение сектора креативной экономики за счет возникновения новых рабочих мест, которые мы еще не могли себе представить несколько лет назад. Музыка бесконечно доступна с точки зрения создания и потребления. Она, ко всему прочему, еще и недорога. Мы стоим значительно дешевле, чем многие наши коллеги из других культурных индустрий. И то, что особенно, мне кажется, важным применительно к, надеюсь, что будущему когда-либо сложащемуся российскому музыкальному экспорту, это то, что это прецедент, который позволяет развернуть пусть сильную, пусть большую, но очень замкнутую и очень центростремительную индустрию, развернуть ее все-таки лицом к остальным мировым игрокам в области нетворкинга и сотрудничества. Я позволяю себе процитировать главу шведской экспортной музыкальной организации Андерша Гелентопа, с которым мы делали Event Sounds of Sweden в Москве буквально два месяца или три месяца уже назад. Вот как он формулирует смысл и задачи своей организации. Зачем нужна его работа? Что он делает? Если кто-то не понимает по-английски, я переведу с вашего позвоночника. Говорит, если A&R-менеджер на крупном рекорд-лейбле в Германии или в Америке получает одновременно три мейла от шведского, датского и норвежского музыканта, которые предлагают прослушать их демо, сходить на их страницы, я абсолютно уверен, что в первую очередь он зайдет на страницу шведской группы. Это работа Expert Music Sweden. В тот день, когда A&R-менеджер начнет с датской страницы, а потом пойдет на шведскую, я проиграл. Когда мы говорим о музыкальном экспорте, как о любом культурном экспорте, здесь неизбежно возникают некоторые дихотомии. Во-первых, мы говорим о культурной или о коммерческой агенде. Их никогда нельзя разделить, и баланс, как я говорил, уже может очень сильно отличаться от страны к стране, от проекта к проекту и так далее. Потом, естественно, любой экспорт обратной его стороной является импорт, смотря с какой платформы, с какой территории мы смотрим. И примитивно к России, которой есть, безусловно, репутация Дикого Запада или Дикого Востока, как угодно, тут всегда присутствует вопрос. Мы говорим о проблемном регионе, о сложном регионе, или наоборот о регионе полном новых замечательных возможностей. Особенности рынка, но я думаю, что если я правильно понимаю профиль аудитории, то это такие довольно очевидные вещи. Наш рынок в той его части, в той его сфере, где он соприкасается с практиками музыкального международного экспорта, конечно, в первую очередь, это лайв-рынок. Это концертный рынок, это то, где есть жизнь, то, где эти revenues, доходы, действительно, для западной индустрии возможны и реализуемы практически быстро и гибко. Значительно меньше роль у нас исторически играет рекорд бизнеса. На этом экране почти не видно. Там написано «дигитальная мобильная сфера». Я позволяю себе набирать ее серым цветом, не очень здесь заметным, потому что мы говорим о России, а не только о городе Москве. Если мы выйдем из города Москвы, говорить о рынке цифрового контента, который управлялся бы или координировался, или как-то развивался где-то еще, ну, пока что рано. Возьмите метрофор. Если я не сломаю вашу логику, значит, замечание. Когда говорят про цифровые продажи, почему-то понимают продажи МК-3 треков в интернете или стриминг сейчас. Так вот, 95-97% выручки за цифровую музыку приходится на сотовых операторов, а ни на какие интернет-продажи. А уж поверьте, там все прозрачно и подотчетно. Простите, но а компании, то есть западные музыкальные компании, которые получают деньги в результате процесса, который вы описали, они их получают откуда? Если западная компания представлена на российском рынке, то операторы выплачивают вознаграждение этой компании, и она дальше транслирует туда. Если западный паблишер в России не представлен, его контент мобильные операторы не продают. Я не вижу здесь платформы для спора, потому что в любом случае, я согласен со всем, что вы описали, это процесс, идущий через город Москву. От начала и до конца. Совершенно верно. Я бы с удовольствием поспорил, но не о чем. Еще один хорошо известный факт, это те 72-75% домашнего национального репертуара, который у нас исторически в России слушается эта цифра, не меняется год от года, и очень небольшая ниша классики и джаза, и примерно четверть которой приходится на международный рынок. Есть интересная работа шведского исследователя Патрика Викстрема, которая так и называется Music Industry, и он сравнивает вот эти паттерны потребления в разных странах. Аналогичная цифра, например, в Японии похожая картина, в Таиланде, в Швеции, например, эта картина будет диаметрально противоположной. Это примерно четверть всей музыки, которая рождается в Швеции. Это четверть от общей палитры, прослушиваемой шведскими потребителями. Остальное в абсолютно доминирующем ключе международный материал. Я позволю себе быстро пройти через особенности индустрии. Я думаю, что также хорошо известны большинству сидящих здесь, это то, о чем мы говорим с западными коллегами, какая проблематика на сегодняшний день есть. Что касается артистического труда и практики международного сотрудничества, во многом нас сдерживает то, что не существует сильного современного образа российской музыки. Потому что то постсоветское, балконрочное, связанное, я думаю, что можно представить в образе, я не знаю, творчества группы Гугли Борделла или отчасти в образе белорусов Лепест-Рубецкой, эта подача, она была релевантна в какой-то степени в 90-е годы. На сегодняшний день такие артисты с довольно большим трудом, покуда это не уровень, действительно, Гугли Борделла или Лепест-Рубецкого, находят в себе шоу. Нет подготовленной платформы. Если мы сейчас говорим о финской музыке, у вас автоматически появляются ассоциации. Другой вопрос, насколько они точные, насколько стереотипизация помогает, но, тем не менее, она помогает созданию какого-то образа. Образа русской музыки, как правило, нет. Потом у нас есть прецедент города Санкт-Петербурга, который исторически является базой для большого количества артистов, которые действительно имеют практику международных туров. Это бывшие текила джаз, нынче Зорги, это Марк Шайдер Кунст, конечно. Это, конечно, уникальная группа Мессер Чубс, которая выступает значительно больше на Западе, чем в родном Петербурге или в Москве. Но проблема в том, что там нет инфраструктуры, которая могла бы способствовать чему-либо еще, кроме частных инициатив. И еще один важный момент – это, конечно, отсутствие музыкального менеджмента российского с контактами на Западе. Здесь не поймите меня превратно. Это ни в коем случае не упрек в адрес музыкального менеджмента как такового, но нетворка, структуры, которая помогала бы продвигать русских артистов, таких менеджеров у нас на сегодняшний день пока что незамечены, я бы сказал. Те артисты, которые, как, например, артист Муджуз, действительно играют сейчас с успехом на Западе, они, как правило, оказываются, они проходят через сито западного музыкального менеджмента, потому что та же глубоко умная и уважаемая Наталья Подобед, работающая из Берлина, в общем, она наша соотечественница исторически, но это западная компания, это западный менеджмент, это связи, которые работают, к сожалению, только там и только оттуда. Какой тип артистического труда, какой тип активности наиболее благоволит, на сегодняшний день наиболее активно представлен с точки зрения международной коммуникации? Естественно, это туринг, да, это те живые концерты, которые время от времени, но все-таки случаются, я с удовольствием, с гордостью замечаю, например, в субботу в Стокгольме на большой площадке я афишу группы Tesla Boy, это исключение, но это случается. И это, что более интересно, это рекординговые и миксинговые всевозможные сервисы, это то, что с огромным удовольствием продают наши финские коллеги, русским музыкантам, я знаю, что существует датская практика, собственно, Владимир Кравченко про это может рассказать больше о взаимодействии с датскими коллегами. Большое количество культурных проектов, о которых, может быть, мы не всегда знаем в Москве, связаны с инициативой национальных и культурных дипломатических структур. Это, если мы говорим о северо-западе России, это, в первую очередь, конечно, Норвегия и Финляндия, которые способствуют множеству интересных историй, они связаны и с образованием, и с совместной записью, и с совместными выступлениями. Частая проблема заключается в том, что они не всегда оказываются жизнеспособными за пределами вот этого фрейминга коллабораций, когда дипломатические деньги кончаются или проект заканчивается. Последствий, ожиданных, к сожалению, не всегда мы эти последствия видим. Ну и последний, наверное, фактор, который с точки зрения артистического труда играет большую сдерживающую роль, это, конечно, та ситуация на концертном рынке в России, которая позволяет артистам получать очень хорошие деньги дома. Это гонорарная ситуация здесь, на следующей неделе, я вот отсюда отправляюсь в Хельсинки, там происходит, в числе прочего, концерт группы «Мумитроли». Билеты на концерт достигают 75 евро по стоимости. Это беспрецедентно высокая цена для Финляндии, для города Хельсинки. Хельсинки – уникальный кластер, где выросло поколение детей, которых увезли из России, в основном из Карелии, в том возрасте, когда они еще слышали группу «Мумитроли». Поэтому Хельсинки является исключительным кластером в Европе, где действительно через две недели на третью происходит концерт «Короля и Шута», «Мумитроли», «Зимфиры» и так далее. Но это исключение, а не правило. В остальном, конечно, никто не в состоянии платить русским артистам те же гонорары, к которым они привыкли дома. Я говорю о больших сложившихся артистах. И, ну, я думаю, что эти примеры, примеры совместных выступлений, там, в случае с Кипиловым и Туруным в Россию, конечно, здесь всем хорошо известен этот прецедент. Я позволяю себе проиллюстрировать фотографии слева. Это калининградский дуэт «Фагот» и «Марина». Они занимаются электронной музыкой, и их ремиксы оказались востребованы у Александра Барда. Они обратились к Александру Бардову, основателю группы «Army of Lovers», также «Вакуум», «BWO» и так далее, с предложением о сотрудничестве. И действительно, прецедент их трекина, материал последней группы Александра Барда, они, в общем-то, были записаны и увидели свет. И он очень хорошо от них отзывается. В общем, будем надеяться, что какое-то продолжение у такого тимапа будет. Если здесь есть директора артистов, артисты, вот подобные инициативы, они всегда неблагодарны, потому что 100%, ну, 90%, ну, так хочется ничем. Но при этом вот этот прецедент «Фагота» и «Марина», он у меня, по крайней мере, вызывает надежду на то, что таких примеров будет больше. Ключевая роль в музыкальной, в концертной индустрии – «Таунбайеры». Безусловно, это основная платформа и источник, питательная среда, из которой вырастает основное количество партнеров для западного музыкального экспорта. У нас, как мы знаем, нет национального офиса LikeNation, представительства крупнейшей компании и априорного лидера. У нас очень высокая конкуренция на этом рынке, что нас сильно отличает от многих западных стран. Можно это проиллюстрировать, например, таким примером, что в Петербурге исторически одна крупная компания, NCA, работает преимущественно с офисом Live Nation Finland, а другая PMI работает преимущественно с Live Nation Sweden, то есть, соответственно, бывшие Well Done и EMA Telstar. И это параллельные потоки, это непересекающиеся миры. Огромное количество вовлеченных, заинтересованных любителей, новичков с горящими глазами, которые входят на этот рынок. К этому можно относиться по-разному. Мне кажется, что это хороший фактор, и я не вижу ничего зазорного в том, если очередной ребенок богатых родителей пробует себя в роли промоутера. Другое дело, что, конечно, западные агенты, получая множество предложений или множество вопросов, даже скажем так, от не очень опытных или не очень серьезно выглядящих российских начинающих промоутеров, иногда начинают относиться к России с опаской. Но практика хороших прецедентов, практика серьезных контактов, она в любом случае перевешивает. Что абсолютно характерно для России в противовес Европе, это то, что крупнейшие наши фестивали, огромное количество хороших, больших фестивального плана ивентов, по сути, являются медиапроектами. То есть это платформы, которые позволяют медиакомпаниям монетизировать свой капитал, таким образом выстраивая популярные, востребованные, интересные события. Если мы посмотрим на Москву, главные два фестиваля этим летом – это Максидром и Пикник Афиши. Вот самые простые примеры. Ну и, конечно, это серьезная диверсификация и централизация музыкального бизнеса. Опять-таки, если мы взглянем на структуру питерской корпорации PMI, лидера рынка в Петербурге, то мы увидим, что здесь это и черты медиакомпании, это представительство без малого дюжины крупных московских радиостанций, это собственная концертная компания, это собственная социальная сеть «Я талант», тикет-селлеры и даже транспортная компания «Я сконтиненталь». Я позволю себе не очень подробно останавливаться на фестивалях, потому что очевидно то, что Россия прекрасно вписывается в мировые практики, прекрасно в том, что она это делает быстро, зачастую. Но некоторые вещи требуют времени. Невозможно прыгнуть через голову, когда в стране нет устоявшейся традиции кампусных фестивалей, фестивалей на выезде. То, что начиналось в России в 2000-х, на Западе существовало с 70-х годов, это процесс, это совершенно нормально. Менее нормально здесь то, что недостаток инфраструктуры нас держит очень серьезно, потому что ни авиалинии, ни отели на местах, зачастую в России, не владения языками, не позволяют делать то же, что западные коллеги делают на значительно больше скорости. У нас огромный потенциал выездного туризма фестивального, который не используется и которым серьезно, насколько я знаю, ни одна музыкальная экспортная организация пока что не занимается. Были прецеденты, о которых, опять-таки, можно рассказать, Владимир Кравченко, это прецедент фестивалей Лосари Рок, который довольно давно работает. Он работал и в Карелии, он работал и в Петербурге. Это фестиваль, который находится практически на русской границе в Финляндии, очень близко. И, безусловно, та аудитория, которая есть, например, на русском северо-западе, для этого фестиваля очень ценна и очень интересна. Но подобных фестивалей много. У нас количество предложений для русской аудитории, собственно, на территории России значительно меньше, чем может предложить Европа. Это, в общем-то, направление, которое, безусловно, может интересно быть в перспективе западным организатором фестиваля и соответствующим структурам. Проблемы наших собственных фестивалей – это отсутствие международного и прочего. Короче, это практика, когда в прошлом году я приезжаю в Калининград на танцевальный фестиваль, фестиваль электронной музыки «Янтарный пляж», и там действительно играет Лерой Торнхилл, там действительно очень приличный для регионального фестиваля продакшн, все это происходит на берегу красивейшего пляжа, но никто и никогда, даже если этот фестиваль будет успешно развиваться, ни один западный меломан, не выбирая между фестивалями в Латвии, в Литве, в Польше, не будет заниматься оформлением российской визной визы и прочих формальностей, которые отсутствуют в соседних цивилизованных странах. И это, конечно, связано с двойственной позицией как федеральных, так и локальных властей. Картинка со свиньей напоминает мне историю, которая в прошлом году приняла мое сердце, вы, безусловно, ее помните, это прецедент с фестивалем «Нашествие», когда сменился губернатор в Тверской области, и поскольку фестиваль тесно ассоциировался с предыдущим губернатором, там случилась страшная эпидемия свиной чумы. Свиньи были очень сильно больны. Если на таком уровне, на уровне фестиваля «Нашествие», подобное при практике может случиться, то что говорить о фестивалях более мелкого порядка? Возможно, сидящим здесь это кажется естественным и очевидным, но это абсолютно не априорная вещь с точки зрения западных европейских цивилизованных практик. Я был бы очень рад сказать, что нашей музыкальной индустрии отвечает схема справа, что у нас есть сильные региональные центры для музыкальной индустрии, которые, в свою очередь, связаны с Москвой, как с мега-центром. Но, к сожалению, по большому счету, на сегодняшний день, как мы знаем, подняться артисту, минуя московские каналы, медиа-каналы, минуя московскую индустрию, исключения из правил бывают, но, увы, и ах, на национальном рынке, увы, у нас по-прежнему Москва играет роль исключительных ворот, исключительного пропускника, и я бы не сказал, что это хорошо. То, о чем я уже говорил, отсутствие кооперации, отсутствие сотрудничества, недостаточное надеяться, что вещи подобные сегодняшней конференции, они смогут, пусть не изменить эту ситуацию, но хотя бы сдвинуть ее с мертвой точки, потому что мы не сможем говорить о российском музыкальном экспорте не только потому, что у нас плохие правители, но и потому, что отсутствие привычки и практики сотрудничества, бесконечные промоутерские войны, очень жесткая конкуренция в этом сегменте, они отнюдь не ведут к нас к созданию национальной экспортной структуры. Ну и, естественно, mind the gap. Огромная разница в аудитории, когда наши западные коллеги начинают говорить о сотрудничестве с Россией, с какой Россией они хотят сотрудничать, о какой России мы говорим. Это характерно для так называемых Брик-стан, Бразилия, Россия, Индия и Китай. Огромное классовое расслоение, огромный gap не только между бедными и богатыми, но и по ряду других социокультурных параметров. Это, конечно, затрудняет и создание общего образа, и создание общих платформ для культурного промоутерства и продвижения. Вторая серьезная проблема после, наверное, после неготовности к кооперации на цивилизованном западном уровне в индустрии, это проблема государства. Я беру это определение государства как демократически избранного, репрезентативного органа, представляющего нацию. И здесь у нас одни вопросы. Действительно ли это демократически избранная структура, или демократически избранный орган? Действительно ли он репрезентативен? И можем ли мы действительно говорить о целостной нации в России на сегодняшний день в культурном аспекте? Все это нас ведет к тому, что вот этот черный квадрат, наверное, лучше всего представляет на сегодняшний день образ музыкального российского экспорта. Я категорически против представления России как какой-то специальной, узко-особенной территории, не такой, как все. Есть практика, есть, например, крупный французский рынок, с которым, я думаю, многие здесь хорошо знакомы, знакомы, который настолько силен и мощен и во многом самодостаточен, что существует прецедент, если кто-то из вас работал с французскими артистами, вы знаете, что, как правило, гонорарные запросы очень часто у известных французских артистов оказываются неожиданно выше, чем у многих других европейских коллег. А это ведь тот же прецедент, что мы видим с группой «Мумитрой», которая требует свой полноценный гонорар в Хельсинки. Это артисты, в хорошем смысле, испорченные сильным внутренним рынком. Но на вот этот прецедент, на вот этот фактор ложится другой. Позиция Франции как исторического культурного империалиста. Позиция государства, которое изо всех сил стремится поддерживать любые релевантные проявления французской культуры. То, чего нет в России. Отсутствие понимания культурных индустрий, отсутствие понимания креативной, как работает креативная экономия. Мы видим на региональном уровне, мы видим некоторые примеры. И в Петербурге, и в Москве. Я совершенно не хочу сейчас говорить про то, как пилятся деньги, или про то, как идет система откатов, и про то, как Петербургский центр фестивалей и праздников, который делал действительно огромные проекты, проекты, как это все было организовано. Но, по крайней мере, понимание того, что связь бренда культурного, связь туризма, связь портрета города, или региона, как угодно, как кластера для привлечения инвестиций, культура прямая и непосредственная. На федеральном уровне, увы, у нас этого понимания нет. Было очень много букв, пусть будет немножко картинок, да? Это далеко, конечно, не все примеры. Это национальные музыкальные экспортные организации. Мы наиболее хорошо знакомы в России, наверное, с французами и со скандинавами, но я включаю сюда, например, и бразильскую организацию, и южноафриканскую организацию. И это далеко не самые экзотические места. Что они делают? Как оценивается их работа? Export Music Sweeten. Для кого эта организация существует? Она существует на деньги индустрии. И она представляет интересы именно тех, кто оплачивает ее ежегодный бюджет. Это те, кто пишет песни, это те, кто песни выпускает, это те, кто песни исполняет. В данном случае я пользуюсь, опять-таки, цитатой из Андерша Ельмтрупа. Он говорит именно о песнях, ну, о любой музыке в данном случае. Эта триединая модель, она абсолютно не универсальна. Например, если мы посмотрим на Финляндию, долгие годы там существовала структура, которая называлась музыкальный информационный центр, и она существовала на деньги на поступление от местного РАО, организация, которая называлась Теосту. И таким образом артисты, то есть интересы перформеров, там были представлены довольно слабо в последнюю очередь. Просто потому, что это были не совсем те, кто заказывает музыку, в отличие от Швеции, где национальная организация исполнителей Steam непосредственным образом софинансирует шведскую экспортную организацию. Сколько у этих людей денег? Самое интересное. У меня цифры за 2010 год, они не радикально меняются, и порядок, амплитуды понять в любом случае можно. Мы видим, что в Финляндии и в Норвегии, здесь только Скандинавия, просто эти страны легко и удобно сравнивают, в Финляндии и в Норвегии цифры, ну где-то иногда и в 10 раз превышают цифры, которые тратит на музыкальный экспорт Швеция. Почему? Есть там ряд объяснений. В Швеции исторически неолиберальное отношение к культурному экспорту. Швеция страна, которая дала миру аппу, раксет, принцип «если хорошее пробьется само» в данном случае существует. Он довольно жесткий. Молодые шведские артисты не имеют национальной выставки или национального шоукейс-фестиваля у себя дома в Швеции. Они ездят, как правило, в Норвегию на Беларм. В Норвегии подобное мероприятие, подобный большой шоукейс-фестиваль, значительно более релевантен и значительно более нужен, потому что это более молодая страна, и ее путь в музыкальном брендинге, он на сегодняшний день все-таки короче, чем у Швеции. Плюс, естественно, государственные инвестиции. Как вы думаете, из каких министерств или из каких структур приходят эти деньги? Министерство культуры? Совершенно верно. И это очень интересно, потому что практика варьируется от страны к стране. Если в случае Швеции вот эти деньги, они все приходят из индустрии, и на уровне проектных заявок наши шведские коллеги каждый год отправляют аппликации, чтобы провести тот или иной проект государству, то в Финлянте, например, в финансирование музыкальной экспортной организации вовлечены сразу и Министерство экономики, и Министерство культуры. В Дании, которая в последнем, в 2004 году создала свою национальную музыкальную экспортную организацию, инициатива пошла вообще от государства. Потому что, назовите мне хотя бы одного датского артиста, который был бы на одном уровне опознаваемости, скажем так, с Аббой, с Роксет, с Химмоле, с Расмус. В Дании замечательная музыка, я очень ее люблю. Но там эта инициатива была бы продиктована именно необходимостью национального брендинга и интересом к продвижению датского бренда. Конечно, существуют приоритетные территории у этих стран, и цель не как известный сеять их, да, сеять хорошие, добрые, вечные, и представлять музыку своей страны везде, где, куда они позовут, но есть приоритетные рынки. Они отличаются от страны к стране, от страны к стране, простите, и вот, допустим, это те страны, которые, те рынки, которые являются приоритетными для Швеции. Что касается российского рынка, на котором мы делали ивент в этом году, назывался Sounds of Swim, я его уже называл, мы делали это как некий пробный шар, потому что шведская индустрия традиционно, она все-таки была, она сформировалась в эпоху сильный рекорд индустрии, и она непривычна и не готова к тому, что основная часть, основной балластной трафик поступления идет из лайф-сектора. В случае с нашими датскими коллегами, наоборот, они к этому совершенно готовы. Если вы позволите, я могу, на секунду я просто найду специальную брошюру, которую выпускает датская музыкальная экспортная организация, они пишут, дают рекомендации молодым музыкантам о том, как пробиться, просто пустит по рукам. Если кому-то интересно, вот такая брошюра называется Music and Brands, она по-датски, любой владеющий германским языком, в общем-то поймет, о чем там могла быть речь, пришлите, пожалуйста, ее назад потом. Для датчан подход тура по отношению к артисту, который должен постоянно находиться в туре и зарабатывать деньги живыми выступлениями, для них этот подход, естественно, у них никогда не было суперзвезд, у них не так велико поле для маневра в выборе их стратегии. Есть термин экспортной готовности, если можно его так перевести, на основании чего экспортная организация начинает работать с тем или иным артистом. Во-первых, он должен быть профессионально готов. И это не только качество самого музыкального продукта, но и наличие за этим продуктом сильного менеджера или сильного рекорд-лейбла, или той питательной среды и тех движущих сил, которые поможут этому продукту пробиться. В случае со Швецией, например, шведские эндер-менеджеры одни из немногих, кто может лоббировать и обеспечивать присутствие трека своего артиста в американских сериалах. Это не всегда не удается канадским специалистам, которые находятся значительно ближе к Америке. У Швеции есть этот пакет контактов. Если мы спускаемся с небес на нашу грешную землю, когда мы с финскими коллегами обсуждаем, кто приедет на фестиваль News from Helsinki в Москву и в этом году в Петербург, я имею право голоса, оно не решающее. Иногда мне говорят, что да, это очень хорошая группа, но за ней не стоит сильного рекорд-лейбла, у них нет сильного менеджера, мы не хотим их поддерживать, мы не уверены, что они пробьются и что история будет продолжаться. Четкий фокус, для какого рынка этот продукт? Для внутреннего или для международного? Это тоже четкое и важное понимание. Бывают исключения, когда неожиданно одно работает на другом рынке и наоборот, но это часть стратегии, это вот то, про что наши датские коллеги пишут. И, конечно, потенциальная перспектива на этом конкретном рынке, это склонность к музыкальным вкусам и предпочтениям того или иного региона, это образ, это включенность в какую-то либо тусовку, либо в какой-то культурный пласт, который хорошо известен, в данном случае, например, в России. И это важный и нужный компонент того, что называется Export Readiness. Многим из сидящих здесь хорошо знаком список этих музыкальных мероприятий, они далеко не полны. Я не пытаюсь перечислить все профессиональные музыкальные мероприятия, которые происходят в мире. Я называю именно те, которые важны с точки зрения национальных музыкально-экспортных организаций и особенно в нашем с вами восточноевропейском, северноевропейском регионе. Есть вещи абсолютно приоритетные, на которые ездят все, как, например, South by South West в Техасе по весне. Есть вещи регионально важные, как Биларм в Осло, крупнейший шелкейс-фестиваль в Скандинавии, где встречаются все важные игроки региона, как совершенно новый проект, в который я влюблен, Tallinn Music Week. В четвертый раз проходило это мероприятие в этом году на ровном месте. Никто никогда ничего, если мы отбросим Тенни Сумяги и Анна Веськи, конечно, никто никогда ничего не слышал об эстонской музыке. Вот агентство Интермедиа грозит нам пальцем. Вы про Орва Пярта хотите сказать? Эстонская музыка была практически самая главная пербалтийская музыка в России, точнее, в Северском Союзе. Ну, потом уже ландышей почти не было, а вот в эстонце было очень много. Нет, я с трепетом храню пластинки группы «Апельсин», но никто из названных артистов никогда не был представлен на Западе. С точки зрения Западной, конечно, это был абсолютно новый маленький рынок. Представьте, какая необходимость в культурном экспорте у Эстонии, где практически мизерный, крохотный свой рынок. За четыре года, с нуля, силами местных энтузиастов, которые сделали ставку на продвижение национальных талантов, в первую очередь, в прошлом году Tallinn Music Week были названы лучшим новым музыкальным ивентом на The Great Escape. The Great Escape, на всякий случай, это важнейший в Европе подобный шелкейс-фестиваль, который проводится в Брайтоне, среди его соорганизаторов главный букер в Кластенбере, например, Мартин Элберн. Tallinn Music Week в этом году собрал самую репрезентативную делегацию русских специалистов музыкальной индустрии, беспрецедентно действительно хорошо представленную. И вот так на ровном месте, буквально за четыре года, они стали и местом встречи для профессионалов, и они смогли показать первые результаты. Действительно, есть эстонские артисты, которые играют... Я еду в Стокгольм в метро, я вижу группу Everton The Two Dragons, которые присутствуют пусть не наверху, но в списке то одного фестиваля, то другого, пробиться на фестиваль в Швеции артисту из ниоткуда. Безумно сложно. Короткая ремарка. Это цитата одного петрозаводского промоутера. Деньги с Финляндии кончились, ну и фестиваль у нас тоже закончился. Проблема для национально-дипломатических структур, как сделать эти инвестиции возвращаемыми. Каждый раз, когда в Москву отправляется десант тех или иных молодых западных артистов, цель применит конкретно к этим людям, которые садятся в самолеты, как правило, бесплатно, за очень маленькие деньги выступают в Москве, эти люди должны сюда вернуться. Они должны быть в состоянии выступить здесь уже на коммерческих рельсах. И когда я вижу, например, что группа French Films, которую мы когда-то привозили на финский фестиваль в клуб «Икра», возвращается как правный участник процесса без всяких инвестиций к Алексу Фельману в 16 тонн, значит, вот на этом маленьком фронте мы сделали правильный выбор. Проблематика, которая стоит перед нашими европейскими коллегами, которые работают как в Москве, так и, соответственно, в Стокгольме, в Хессинге, в Париже, та тенденция, которая есть у европейских структур, представлять европейскую культуру, европейское искусство, или, скажем, музыку северного региона, не существует четких концептов, их не существует как в Европе, их тем более не существует в России, европейской музыке или европейского искусства. Северные фестивали, вот в этом году в области классической музыки, простите, некий такой экскурс, был в Петербурге интересный прецедент, когда по инициативе датского культурного центра сборный симфонический оркестр играл произведения северных композиторов, композиторов из разных северных стран. И вот на таком уровне концептуально это работало. Но по большому счету образ, который связан, например, с Финляндией или со Швецией, он неизбежно сильнее образа абстрактно-северного, в России, по крайней мере, или скандинавского на сегодняшний день. Потом, что касается релевантности национальных брендов, да, финская музыка, про которую здесь будут много говорить, завтра наши финские коллеги, она безусловно известна. Какие два основных продукта, какие две основные тенденции, которые позволяют финскую музыку продавать вам в этой стране? Это, безусловно, репутация в тяжелой музыке, и это то, что называется Finnish Specialities. Это всевозможные Кима Похьянен, Cleaning Women, это артисты Руэбла Фуонолл, странные мальчики, девочки, дяди и тети. Это группа Circle, вот покойный Марку Пелтала, любимый актер Аки Каурис Мяки, хозяин своего собственного ансамбля. Все это прекрасно. Но давайте посмотрим на танцевальную музыку из Финляндии, насколько сложнее продавать ее, при том, что в Финляндии замечательная школа танцевальной и электронной музыки. Насколько не работает в такой же степени этот бренд там? Я делал интервью с консулом Финляндии в Карелии, замечательная, очень эрудированная дама Анна Кайса Хейкинен, и она жаловалась на то, что... Про Финляндию знают абсолютно все. Вот здесь есть люди из Карелии, да? Интересно, что вы про это думаете. Все знают, что есть рядом Финляндия, но образ старый, за Скароузлы. Мы возвращаемся к Калевале, мы возвращаемся к Обществу дружбы СССР в Финляндии, к соответствующим культурным активностям, и вот изменить этот, пусть положительный, но уже не очень релевантный образ страны, это та большая задача, с которой, конечно, не может справиться одно маленькое консульство или даже большая экспортная организация. Attractivity and dignity. Достоинство и привлекательность в национальном брендинге. Когда ко мне обращаются коллеги с вопросом, имеет ли смысл организовать или могу поддержать то или иное мероприятие в России, я всегда говорю о том, что если мы что-то делаем в России, это должно быть на топ-уровне. Это не может быть случайная площадка, это не может быть случайная медиа-компания, это не может быть сделано шаляй-баляй, потому что момент бренд, бренд это самое дорогое, что есть, и он не должен, как имя Аллаха, не должно лежать в пыли, бренд не должен присутствовать, где бы то ни было, лишь бы присутствовать. Главная проблема конкретно в Москве, я думаю, что и в Петербурге тоже в значительной степени, это образ культурно-дипломатических миссий, который постепенно сдвигается, то есть восприятие его меняется от спонсоров к каталистам культурного процесса, но зачастую, особенно когда мы говорим о молодых промоутрах, мы действительно видим, что воспринимают структуры, культурные фонды, посольства, экспортные организации, как каких-то людей, сидящих на больших или маленьких денежных мешках, и если как следует их потрясти, или им улыбнуться, деньги оттуда посыплются. Это то, над чем не первый год работают наши западные коллеги, и я боюсь, с чем еще придется побороться. Завершая этот долгий разговор, я надеюсь, что у нас останется какое-то короткое время, может быть, для вопросов, а может быть и нет. Чем все это может быть полезно для меня, профессионала индустрии из России, который хочет работать с Западом, который хочет выходить на европейский рынок. Эти организации музыкальные экспортные, безусловно, важны для нетворкинга. Они способны дать вам очень много путем, ну, как минимум, хотя бы посещения вот тех ивентов, которые я здесь очень коротко представил. Отправиться на Таллию Мьюзи Квик и увидеть там, как играет группа Моторама на сцене маленького-маленького клуба, где так тесно, что плечом к плечу стоят Мартин Элборн, главный человек на фестивале в Ластан-Дре, Александр Чапорухин, главный человек во многих других местах, Артемий Троицкий, Александр Горбачев и такое же количество людей из Эстонии, из скандинавских стран, другого Запада, имена которых, может быть, не всем что-то здесь скажут. Это огромная радость увидеть вот это. Это, безусловно, стоит того, чтобы показывать свой талант там, или если вы менеджер, или работник музыкальной индустрии, то создавать там новые контакты и создавать новые коммуникационные платформы. Это, безусловно, контакты, потому что все эти организации, часть их, неправильно называть это продуктом, потому что это не то, что они продают, но вы всегда можете получить доступ к интересующей вас компании, как правило, к представителям интересующего вас артиста, и они рады такой консалтинг оказывать. Это не значит, что они пролоббируют выступления на вашей корпоративной вечеринке группы Раксет или группы ХИМ, но снабдить вас контактами, релевантными, в отличие от того, что часто можно найти его в семьюной сети, это довольно большое дело. Информация об грантах и аппликациях, о том, как можно получить финансирование для создания того или иного проекта, связанного с музыкой той или иной стороны, это все тоже туда. Современная информация о состоянии индустрии, безусловно. Образовательные возможности. Я позволил себе показать слайд с Александром Бардом, который читал лекцию для наших студентов в Стокгольме. Он был далеко не единственным, кто читал такую лекцию. Мы проехали по пригоршне топ-студий, топ-клубов, топ-музыкальных компаний в Финляндии и Швеции. Студенты РМА действительно за неделю получили множество полезной информации и полезных контактов из первых рук. В организации всего этого, естественно, нашими партнерами тоже были национальные музыкальные экспортные организации. И последний слайд. Чего хотят они? Они хотят продавать. Они хотят продавать не только живые концерты, как иногда ошибочно думают, они точно так же заинтересованы в продаже услуг. И это и продажа услуг, например, студийных, применительно к артистам из России. Это и, безусловно, расширение фестивальной географии, с которым на сегодняшний день тоже они не очень знают, что делать и как это поставить на поток. То, о чем я говорил, когда огромный русский рынок, в общем-то, ненасыщенный фестивалями до предела, имеет потенциал для того, чтобы поставлять какие-то головы меломанов на Запад, которые покупали бы билеты и оставляли бы деньги в этих странах. Им, безусловно, интересно растить аудиторию для своей музыки в России и не только в Москве и в Петербурге, подчеркну. И, конечно же, интерес платформ типа Talent Music Week, типа Music and Media в Финляндии, в несколько меньшей степени, Беларм в Норвегии или, например, поп-ком, с которым, берлинский, с которым мы в свое время делали специальный ивент-проект в Москве. Мы привозили менеджмент поп-кома сюда, мы организовывали встречу с представителями русской индустрии. Сделать эти платформы, платформы, простите, гейтами, на которых тот самый букер фестиваля Гластенбери может открыть для себя новую группу из России, которую он не услышит нигде еще, это, безусловно, в интересах этих организаций. И это то, о чем можно подумать и то, о чем можно воспользоваться нам с вами. Конец. Это сделанный на телефоне снимок датский семинар по музыкальному экспорту в Россию. Они только начинают эту работу, и в Дании это первый подобный семинар. Они начали его с приглашения университетского профессора, который в точно такой же аудитории и молодым артистам и менеджерам расшифровывал содержание стихотворения «Умом Россию не понять». Мы в начале пути. Спасибо. Спасибо большое. Я бы хотел пригласить сейчас еще одного интересного деятеля шоу-бизнеса. Это Игорь Сандлер. Вся музыкальная индустрия вместе. Международная музыкальная конвенция «Коллизиум». Все сегменты шоу-бизнеса от промоутеров до телеканалов. Глобальные фестивали. Музыкальный менеджмент. Онлайн промоушен. В рамках музыкальной выставки на Мюзик Месса Раша. Московский экспоцентр на Красной Пресне. Здесь должен быть каждый. Музыкальный менеджмент.